Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить куриную грудку на азиатский манер. Она будет хрустящая, в остром апельсиново-имбирном кисло-сладком соусе. Надеюсь, вам понравится. Начну с апельсина. Грудку надо предварительно замариновать. Для маринада у меня пойдет совсем небольшое количество апельсинового сока, чеснок, имбирь, соль и черный перец. Маринан готов. Остается нарезать грудку и отправить мариноваться. Кусочки совсем небольшие, на один укус, чтобы быстрее все прошло. Примерно 20-30 минут в холодильнике и можно ее будет использовать. Я пока подготовлю кляр, для чего смешаю кукурузный крахмал, пшеничную муку, рисовую муку и воду. Заранее можно смешать все ингредиенты для соуса. Опять же понадобится имбирь, в этот раз кусочками. Чили-перец, соевый соус, коричневый сахар, рисовый уксус, апельсиновый сок. Это была основа соуса, вкус ароматическая, но его же надо еще будет загустить, поэтому заранее развожу в воде кукурузный крахмал. Ну и остается перца с луком нарезать. Это сладкий. И репчатый лук тоже, кстати говоря, сладкий. Овощи слегка подпалю на кунжутном масле. Ни в коем случае не до готовности. Так, слегка-слегка. Они должны остаться полусырыми. Достаточно, пожалуй. Что курица у меня уже подмариновалась, так что пора ей заниматься. Готовить я буду, естественно, во фритюре. Температура 160-180 градусов. Выкладывать надо аккуратно, чтобы кусочки между собой не склеивались. Если у вас нет рисовой муки, может, конечно, и без нее бойтесь. Смешать кляр просто из пшеничной муки и крахмала кукурузного, но рисовая мука дает корочку более хрустящую. Вот так небольшими партиями курицу готовлю. Пока можно заботиться соусом. Надо довести его до кипения. Прямо на той же сковороде, на которой обжаривал лук и перец. На ней остались при жарке в среде реакции Майяра. Это такая вкуснотища. Она в соусе растворится, соус будет еще лучше. Когда закипит, аккуратно ввести при помешивании разведенный предварительно крахмал. Загустел. Отлично. Если соус слишком густой, то его можно всегда развести водой. Если он недостаточно густой, ну, подвыпарить и чуть-чуть побольше. Я, наверное, чуть разбавлю. Отлично. Все готово. Как видите, очень просто. Сверху. 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 Имбирная, яркая, кисло-сладкая. скорее сладкая, чем кислая, с остринкой, ярко чувствующаяся. Курочка, на удивление всего полчаса очень хорошо просолилась, вот прям внутри чувствуется сок такой слоноватый, классный, прям здорово. И чеснок, чеснока можно даже, наверное, еще больше, если вы любите очень острое. Так, ну и перец сладкий. Отлично. Это просто, насколько мне известно, вот такая избыточно сладкая на российский, может быть, вкус кухня, это Южный Китай. Я не могу сказать, что это прям китайское блюдо, это по мотивнике, естественно, но это какие-то вот такие мотивы. Мне это кажется интересным, я думаю, что вам тоже это будет интересно. Если нет, поправьте мне, напишите, как вы такую штуку готовите. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok